Но для хорошей сырной тарелки достаточно и трёх сыров, в зависимости от того, чему вы отдаёте предпочтение. Кстати, прежде чем начать разговаривать о сырной тарелке, скажу, что перед употреблением сыра вообще его нужно обязательно извлекать из холодильника. Вкусовые характеристики органолептика и удовольствие, которое вы получите от холодного сыра и от сыра прогретого до комнатной температуры, совершенно разные. В принципе своём, мне в этом смысле нравится фраза, что ожидание получения удовольствия иногда оказывается даже более мощным, чем само удовольствие, которое мы получаем от потребления. Я бы даже сказал, даже не ожидание, а предчувствие. Когда вы уже понимаете, что вас это ждёт. Реально. И вот для того, чтобы человек уже настраивался на этом, конечно, вы садитесь за хороший стол, у вас хороший ужин, вкусный, и при этом где-то в углу на столе уже стоит сырная тарелка, и лежат 2-3 сорта сыра, которые продолжают возбуждать ваш аппетит. И вы точно знаете, что после там салата, предположим, основного блюда, вас ещё ждёт сырная тарелка. И настраивайтесь на это. В этом случае вы получите максимальное удовольствие. Прогретый сыр лучше раскроется. В принципе, употребление сыра – это отдельный тоже ритуал, потому что я люблю, как сыр режется, и это действительно тактильная вещь, которую ты чувствуешь. И очень нравится людям откалывать сыр. Почему некоторые сыры… для некоторых сыров существуют специальные ножи, которые позволяют, скажем, твёрдые сыры откалывать, а мягкие сыры нарезать. Существует как минимум 5-6 видов ножей, которые позволяют правильно резать тот или иной сыр. Соответственно, вы смотрите на сыр – это удовольствие. Вы нюхаете сыр – это тоже удовольствие. Ну и, соответственно, вы ощущаете вкус, когда вы начинаете его есть. Первый кусочек он вас настраивает, второй кусочек доставляет вам удовольствие. И, естественно, как мы говорили о полном спектре органолептических… органолептики, органолептического удовольствия, вообще гастрономического удовольствия – это ещё и послевкусие. Сыр обладает, как правило, очень сильным послевкусием, который тянется долго, и это тоже один из элементов наслаждения в нём. Давайте сейчас просто узнаем, что там по сырам, чтобы успеть… Подведём. Не так уж большие минуты. Ну, это что там за итоги? Ну, жить без сыра не могут 33% наших слушателей. Шикарно. Я думал, меньше, очень много. 59% едят иногда. Сколько? 59% едят иногда, и 8% равнодушны. 8%? Всего. Ну, это здорово, значит, 8% в принципе могут отключиться сейчас. В принципе, никакого смысла. Наоборот, в дальнейшем прослушивании остальной части нашей программы нет никакого смысла. Вот для 33% плюс 58% мы сейчас, в общем, два слова скажем. Сколько у нас сейчас ещё есть времени, сколько остается? У нас есть примерно 2 минуты ещё. 2 минуты. Ну, тогда давайте небольшие шаги по этому поводу начнём делать. То есть, в принципе, никакой классики, которой можно было бы сказать, что вот есть определённые сыры, которые обязательно должны войти в сырную тарелку, в природе не существует. А в природе существует на сегодняшний день около там 8-9 различных по своей структуре типов сыра. Сейчас мы о них скажем. Но надо иметь в виду, что у каждого из этих типов есть ещё такой очень важный элемент, как время его созревания, который может очень сильно повлиять на формирование вашей сырной тарелки. Потому что пока вы храните сыр или вы купили сыр, например, который предполагалось, что он будет в начале сырной тарелки, какой-нибудь свежий, косий сыр, но находясь, если у вас целая головка в условиях, достаточно комфортных ему для созревания, может оказаться, что он обгонит по своему вкусу какие-то сыров, которые предполагалось в сырной тарелке съедать позже. В принципе, я всем советую использовать не более 3-4 сыров на сырной тарелке, но максимум 5. Потому что мы говорили, сыр по своим свойствам, по разнообразию вкуса очень сильно воздействует на палеты, на наши рецепторы. И, конечно, после 4-5 сыра в принципе человек, но подавляющее большинство людей, даже профессионалов, уже вряд ли будет отличать тонкие нюансы. Тогда уже и смысла нет. 3 сыра великое. Да, я иногда говорю, что лучше иметь один, но очень хороший сыр, чем иметь 5 не очень хороших. Естественно, что для сырной тарелки мы говорим о тех сырах, которые мы покупаем у маленьких производителей, которые заботятся о том, чтобы создать этот уникальный аромат, уникальный вкус. Владимир, прошу прощения, нужно сейчас все-таки прерваться. Погода, погода. Да, сделаем небольшую паузу. А сыр нет как женой, лучше одна хорошая, чем 5 так себе. Это точно, золотые слова. 5-5-3-3-2-0. От двух студий. Да. А, мы говорим о сырах. Тяжело вздыхаю, вкусно. Володь, вам слово. Да, ну и вот теперь для того, чтобы просто составить сырную тарелку. То есть, в принципе, на тарелке должно быть не более чем 3-4-5 сыров. Начинать нужно с более свежих сыров, менее выдержанных. И менее с разнообразным вкусом. То есть, принцип построения тарелки должен быть таким, чтобы вы распознавали большинство вкусов последующего сыра. Все вы не распознаете. Лучше всего, конечно, есть один сыр, тогда вы можете поймать вообще все уникальные нюансы. Но двигаясь от менее пикантных к более пикантным сырам, вы идете в правильном направлении. Движение в обратную сторону, оно, конечно, убийственно, потому что после первого сыра все остальные становятся бессмысленными. Ваши рецепторы настолько загрублены, что вы получите удовольствие только от него, от первого сыра. Все остальные просто окажутся в тени его вкусового спектра. И это бессмысленно. Поэтому французы всегда, когда вы оказываетесь в французском ресторане, ну как основоположники сырной тарелки, они всегда сами разложат вам сыры так, чтобы, двигаясь по часовой стрелке, вы могли попробовать все то разнообразие сыров, которое есть. При этом понимая, что вы распознаете каждый последующий. Мы уже говорили, что прекрасным перерывом между сырами является хлеб. Хлеб позволяет, особенно белый, хотя хлеб с закваской тоже позволяет это сделать. Он позволяет очистить палеты, очистить рецепторы и почувствовать вкус следующего сыра. В принципе, в своем надо иметь в виду, что, как правило, среди первых оказываются свежие сыры. Например, такие, как козьи сыры, легко подойдут для старта, не выдержанные сильно. Дальше можно совершенно спокойно перемещаться к сырам, которые являются полутвердыми, с плесневой корочкой. Например, если составлять тарелку, можно было бы начать, например, с какого-нибудь там кротена, козьего. Потом перейти к какому-нибудь камамберу, не сильно выдержанному. Его вкус мог бы сочетаться. Дальше идут, как правило, к твердым сырам. Твердые сыры, которые демонстрируют очень длительное возревание. Чем больше возревает сыр, тот же грио, о котором мы как-то говорили, выдержанный в течение 18 месяцев, дает потрясающий вкус и потрясающее послевкусие очень долгое. Этим можно реально насладиться. Дальше, как правило, пускают сыры, которые с мытой корочкой. Мытой корочкой – это когда рассолом, пивом, чем-то еще, различными вариациями и мыслями сыродела обрабатывалась корочка. Она характерно влияет на процесс. И если этот сыр еще вызревший, то он имеет уникальные совершенно вкусовые характеристики. Ну, я не знаю, Трю де Крю французский, например, Эпуаз французский, любимый сыр Наполеона. Это очень сложные, очень сильные по своему вкусу сыры. Они должны сырную тарелку завершать или быть предпоследними. Я в своей тарелке люблю, если честно, заканчивать именно голубыми сырами. Если это голубые сыры, сильные, хорошие, с характерным вкусом. Они, как правило, накрывают все предыдущие. Либо сыры с мытой корочкой. То есть принцип простой. Сыры должны быть теплые. Количество сыра на тарелке должно быть кусочками. Эти кусочки должны быть не более 30-40 грамм. Больше человеку не нужно. Маленький кусочек для того, чтобы настроить палет, и второй кусочек, чтобы получить удовольствие. Третьи и последующие кусочки, которыми мы набиваем себе желудок, уже не нужны на сырной тарелке. И двигаемся мы от менее пикантных к более пикантным. От менее выдержанных к более выдержанным. Соблюдая правила, каждый последующий сыр, вы должны в нем открывать новые и новые вкусы. Он не должен накрывать вкусы предыдущего. Ну, он немножко будет накрывать, будучи справедливым, загрублять что-то. Но, в принципе, в своем вы должны чувствовать новые и новые. Обратная последовательность или нарушение последовательности в той или иной степени, это уже не сырная тарелка, это вы просто едите сыр. Хорошая сырная тарелка, это реально огромнейшее гастрономическое удовольствие. При этом слухи о том, что любое вино подходит к сыру, неверны. Например, камамберы плохо сочетаются с танинными красными винами, они дают металлический вкус и так далее. Таких примеров я могу привести множество. Французы, как правило, избегают этого следующим образом. У вас осталось какое-то вино на столе, которое вы не допили. Его можно потихонечку компоновать. Не к каждому сыру, только к тем сырам, которые сочетаются. И, соответственно, если уж совсем нет возможности, вот я, например, спасаю всегда такими винами, как Ванжон и Арбуа, например. Это вина из журы французские, которые созревают в больших бочках под дрожжевой пленкой. Они много лет хранятся, много лет возревают в бочках. Они имеют такой хересный вкус. Вот они сильнее оказываются, чем любой сыр. Они его накрывают. Но, в принципе, остаток вина на столе позволяет сделать соответствующее сочетание. В этом смысле хлеб тоже хороший помощник. Он помогает разделять один вкус от другого и позволяет очистить палеты и получить удовольствие от следующего сыра. Осторожный вопрос. Вот нас спрашивают, да и я это всю жизнь смотрел. Сырная тарелка, и там виноград, и там мед. Очень редко курага и иногда орехи грецкие. В качестве сочетания с сырами. Мед точно знаю. Да, превосходное. Превосходное сочетание. Очень популярно у итальянцев. До какого-то времени французы, вот скажем, лет 15-20 назад, французы не практиковали это. Они любили только хлеб и, соответственно, пустить сами сыры. Но сейчас и французская культура тоже стала это воспринимать. Она пошла в большей степени, наверное, итальянцев. Итальянцы стали добавлять мед. Надо понимать, что мед – это разный мед. Мед от акации сочетается с одним сыром. Скажем, мед от другого, цветочный мед, сочетается с вторым. Мед липовый сочетается с третьим сыром. Нужно понимать, что мед и мед. Иногда два-три маленьких мочешка. Да, совершенно верно. Совершенно верно. В хорошем французском ресторане вам еще маленькой ложечкой добавят капельку. Только нужно иметь в виду, что нужна капелька просто этого меда. Добавят капельку меда рядом с каждым кусочком сыра. Если вы захотите сочетание получить, то вы, соответственно, с этим медом можете попробовать. Чай от не могут идти. Мы же, как ты говорили, чай от не очень хорошо. Итальянцы используют еще свою кремонскую, мантовскую горчицу, сладкую горчицу, которую используют для этого. Сухофрукты. Многие сухофрукты хорошо сочетаются с сырами. Что мы там говорим? Орехи. Некоторые орехи хорошо сочетаются с сырами и помогают им. Что у нас еще было? А, Террино говоря, кроме грецких орехов не видел никогда. Нет, фундук еще иногда используют. Тут надо иметь в виду, что грецкий орех просто по своей текстуре не мешает. Потому что если вы положите фундук, свежий фундук, не очень долго хранившийся, он нормальный. А как только он пересыхает, вы начинаете как будто есть кусочек камушка. Текстурный переход, он нарушает ваши палеты. Вообще, значит, сырный принцип тарелки. Каждый последующий должен накрывать вкус предыдущего. Температура должна быть правильной. Кусочки по 30-40 грамм. Ну и приятного аппетита. Получите удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok